Хей-хоу, ребятки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Борода, и у нас обзор новой игры, прохождение новой игры и новые впечатления от новой игры. Да, я специально сделал акцент именно на новой игре, Ancestory Legacy. Давайте посмотрим, что это за игра, что она из себя представляет, и вроде бы как она весьма неплодная. Так, у нас даются на выбор викинги, англо-саксы, германцы, славяне. Также можно поиграть за Ульфа Железнобородова и за Рерика. Ну что? Так, нет, ошибся, ребятки, ошибся, это мои полководцы, это полководцы, которыми я могу играть, которых я могу выбрать. Давайте начнем мы, конечно же, за викингов, обожаю этих ублюдков, это бесславные, жесткие, но очень крутые ребята. И, конечно же, за Ульфа Железнобородова мы будем играть и смотреть. Глава первая, начинаем. Первая глава называется у нас «Сбившиеся с пути». Историю можете прочесть сами. Поехали. Музыка такая прям вдохновляющая, мне нравится. Смотрим. К берегам короля Станарт-Мумбрия подошла буря. Несколько месяцами ранее, собравшись на активы, норманы решили разграбить крупнейшее опасно, знаменитый Линдисфарм. Одним из предводителей этого похода стал Ярл Ульф Железнобородный, суровый воин, пользующийся уважением среди своего народа. Однако добраться до Линдисфарма, сука, по морю удалось не всем. Шторм, вышивавший у берегов Нортмундии, унес часть кораблей. Намного мин от цели. Адрад Ульфа высадился у небольшого города. Норманы сочли его легкой добычей. Они еще не знали, что в Нортмундии вышивала кровавая гражданская война. Армия нового короля Этельера преследовала воинов, сохранивших верность недавно убитому королю. Во всей стране стояли укрепленные гарнизоны, один из которых расположился как раз на окраине Гамбурга. Сука, ну именно. Ну что, весьма неплохой рассказ, история, которую интересно было послушать, почитать. И первая глава, которая начинается прямо сейчас. Прикольные зарисовки, прикольные вставки. Есть на что кайфануть, взрачнуть и пойти дальше. Предлагает мне тут все промотать. Я хочу посмотреть как бы впервые. Мне лично интересно, думаю, вам тоже. Грибец, сука! Земля уже близко! Давай! Ленивые псы! Так, по нам уже идет атака. Один из наших кораблей был разрушен. Второй вот только что на ваших головах тоже разрушили. Нас забрасывают катапульками. Попадает еще один корабль. И вроде бы у нас остался только один корабль, который... На котором плыву я, железным парадой. Как же в тему не нравится. Мне это очень нравится, братишка. Так, ну что, высаживаемся. Высаживаемся. Погнали. Нас он сразу же встречает копеносцы. Нас, сука, хэдшот стрелой в голову. Братцы мои! Добудьте мне добычи! Снимем с них скальпи! Так, что, от первого лица или что? Вот это я даю! Вот это я раздал! Ладно, шучать не я играю. Но фильмец прикольный. За победу! Так, давайте мне уже играть. Я хочу управление мне. Нахер, иди, ухлёдок. Пёс вонючий. Пошёл нахер. На тебе. И тебе на. Кто следующий? Хэд? Я сказал хэд. На, блядь. Вот так хорошо. Так, мы прорвали первый гарнизон. Мы врываемся. Я ещё не ранен. И... Пиздык. Я ранен. Сорян. Я старался. Я сделал всё, что мог. Но, увы. Мой кадыэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это только начало, это офигенный пролог от одного из моих кораблей. Почему-то я думал, что я выстелился на том корабле, но нет, нас, короче, обманули. Так, ну что, ребят, оказывается, у нас-то здесь был проход вдоль берега, по которому я сейчас могу подняться. Вроде как всё адекватно, всё хорошо. Хорошо, отлично, вот это многое объясняет. Смотри, это Олаф со щитоносами, держит их под обстрелом. Хорошо, надо им помочь. Так, БКМ на атаку, поехали. Теперь мы обошли. Так, надо помочь Ульфу, вперёд. Давай, помогай мне, помогай мне. Сука. Так, вроде бы мы держимся. Хорошо, мы убили один из отрядов мощников. Так, отлично. Главное, не спеши. Надо хорошенько просматривать, и всё будет окей. Так. Тихо. Первыми должны идти, я считаю, щитоносцы. Как бы они будут сдерживать на себя отряд. Обстрел, стрел. И дальше врываются все остальные. Так, поехали, поехали, поехали. Сейчас мы им дадим пиздюлить. Давай, валим. Хорошо. Мы подошли. Сейчас наши должны прорваться сюда же. И, в принципе, надрать задницу снизу. Таким образом, наши войска посоединятся, и мы сможем дать любтейший отход. Так, один из отрядов сейчас я могу потерять. Конечно, плохо, но мало что будет делать. Так, а вот и мое подкрепление. Отлично. Убить защитников ухода. Так, защитники ухода вводились ко мне. Там мне лучники помогают. В принципе, мои отряды держатся. Да, нас разбивает тоже нехило. Я один из отрядов потерял. Ну, что поделим? Что поделаешь? Ничего. Так. Хорошо. Теперь можно в атаку. Жги! Убивай! Уничтожай! Надо разрушить эту деревню. Так. Хорошо. Две казармы, где тренируются вражины. Дождь кончится. Боги ставят. Теперь мы сожжем здесь. Все. Хорошо. Изначально убить казарму, из которой все-таки появляются вражеские отряды. А после уже уничтожать всех остальных. Изначально лучники. Лучники это враги номер один. Я считаю, они, сучки хитрые, могут издали стоять убивать. Но вот таким вот образом мы сейчас можем просто уничтожить их стрельбище и больше никогда не увидим хашину. Так. Давай, давай, давай. Мы почти разбили отряд лучников. Здесь много, как ни вроде. Так. Жители бегают, но не атакуют, я смотрю. Хорошо. И будем сейчас прорываться к стрельбищу и уничтожать его. Так. Хорошо. Ребята мои держатся, вроде как помогают. Так. Все. Поехали. Разрешение построить. Железеневая шкала показывает ее запас прочности. Да. Это понятно. Вот. Прямо сейчас мы просто сжигаем. Это выглядит очень круто. Вы посмотрите. Реально просто горит на ваших глазах стрельбище вражеских отрядов. Жесть. Выглядит очень круто. Мне нравится. Офигенная прорисовка. Офигенная графика. Очень круто все. Так. Хорошо. Разрушили мы стрельбище. Теперь можно переходить к следующему вражескому отряду. Это одно из ключевых строений. Вот как нам пишут. Здесь изготавливают копьеносцев. Прямо сейчас на нас выходит вражеский отряд, который вы сначала должны убить. А после уже сжечь эту постройку, эту казарму. Так. Ну вроде бы сейчас у нас все хорошо получается. И осталась только одна центральная, грубо говоря, позиция, которую нам нужно будет уничтожить. Так. Давай, давай, давай. Табей их. Там остался один человек. Ульф. Убивай их нахрен. И дальше мне надо будет их ратушу уничтожить. Это основа всех основ. Но, как вы знаете, именно здесь идет правление. Это церковь, точнее. Ну вообще, это ратушь, как обычно, при этом во всех других стратегиях называть. Так. Все. Мы грабим, жжем и насилуем их женщин. Мы победили. Мы молодцы. Это очень круто. Это первое нападение мое было. Но я думаю, это только начало. Это самое меньшее, что может быть. Это глава один. Я думаю, она еще не закончилась. Хорошо. Идем в атаку. Надо помочь ребятам. Она, в принципе, уже сгорела. И это победа. Ульф мой не погиб. Мы одержали победу. У нас все с этим хорошо. Великолепно. Лазутчики, держитесь. Они идут в большом количестве. Кто они? Вражеские отряды еще защищаться. Так. Ну а теперь нам нужно сдержать натиск, который мы только что делали на ваших глазах. И... Так. Давайте посмотрим. Чтобы сменить боевой режим, выберите пункт «Сменить режим». Смотрите, режим на защиту. Ничего себе. Есть разный еще и режим. Да, нафигеть. Это круто. Погнали. Давай, давим мы. Просто уничтожаем. Ой, ой, ой. А что моя конница моя умирает? Ой. Зря я, наверное, отправил туда коней. Кони прям-таки погибли. Очень жаль. Ульфрик. Блядь, Ульфрик, дебил. Так, прикажите войскам отступать. Хорошо, приказал. Ульфрик какого-то хрена не управляется. Глава завершена. Ульфрик вышел. Мы молодцы. Мы прошли первый этап. Не знаю, вам понравилось или нет, ребятки. Надеюсь, вам эта игра зашла. С вами был Борода. Я буду погружаться сильнее в эту игру. Ошеломленные часом противников и отрезаны от кораблей. Норманы были вынуждены отступить. Те, кто не успел вовремя отступить, были убиты или взяты в плен. Суровые северные охотники сами превратились в добычу. Норманы были вынуждены отступить. К счастью, им удалось добраться до ближайшего леса и укрыться среди деревьев. Здесь они смогут отдохнуть, спрятавшись от преследования. Здесь Ярл Гульф, железнобородный, раненый в битве, сможет восстановить силы. Но вскоре перед норманами стала новая проблема. Чтобы выжить и получить шанс присоединиться к набегу на Линдисфарм, им требовалось пища и другие припасы. В общем-то, ребят, я думаю, все понимают, о чем будет вторая глава. Во второй главе я уже лично, мои предположения и как оно будет по факту. Мы будем отстраивать свою личную базу, мы будем отстраивать свою небольшую деревушку, где мы будем набираться сил, увеличивать количество войска и управлять своей деревней. Если тебе понравилась эта игра, хочешь увидеть больше видеороликов, ставь лайкосик. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»